Мечтать не вредно, но определенные границы всегда нужно себе ставить. В принципе, понимаете, всякая похоть и все это, она рождается от нормальных вещей, правда? Но когда человек не знает границ? Итак, фантазерство мы говорили, да, пустословие или многословие. Мы говорили или словесный спонос, или словоблудие, разные синонимы этого явления. И следующее, это когда человек, привычка постоянно шутить. То есть, опять-таки, шутить не вредно, правда? Полезно иногда что-то сказать, чтобы люди рассмеялись. Евреи любят, да, над кем смеетесь, над собой смеетесь. Поэтому евреи смеются над евреями, да, чукчи смеются над чукчами. Это хорошо, но когда начинаются шутки против евреев в каком-то таком ключе отрицательном, да? Это уже плохо. То есть, опять-таки, шутка должна тоже быть в определенных границах. Мне, например, шутка строит и жизнь помогает, потому что мне приходится часто лопачивать действительно тысячи тонн словесной руды в интернете, чтобы найти хоть что-то хорошее, да? И многие люди, которые серьезно занимались талмудами, слава богу, я еще не такой серьезный, чтобы изучить весь талмуд. Они, знаете, печально кончали, правда? Дух религиозности. Я от этим борюсь с духов религиозности. Ну, тоже бывает иногда перегибая палку. Но есть шутка, которая такая вот бессмысленная, да? Или злая шутка. И поэтому, не меньше, чем многословие, противно Всевышнему привыкщику постоянно шутить. Царь Соломон сравнивал смех с тресков горящего хвороста, который дает дым, но не тепло. Это Экклезиаста, 7 глава, 6 стих. Шутки и насмешки – тоже пустословие, только пропитанное ядом, который, подобно змее, копит человек в своем сердце. Человек – образ Божий. Насмешка – это желание представить его в безобразном виде. То есть, лишить образа Божьего, показать уродливым, как Квазимода. Я обычно говорю не Квазимода, а Квазиморда. Знаете, такой был Квазиморда? Герой собора Парижской Богоматери. Сейчас есть мечеть Парижской Богоматери, Роман, все собираюсь прочесть. Еще не прочел. Вот, ну, вы знаете, что во Франции скоро ислам будет. И вот такой вот человек представляет другого человека, как в каком-то безобразном виде. А любой человек, даже самый плохой, нет, это все к четвертому. Вот у нас три разновидности четвертого, да? Это фантазирование, да, многословие и шутовство. Там привычка постоянно шутить. Я еще раз говорю, не вообще всякая шутка, но вы понимаете, когда человек ест, это хорошо. Когда он уже обжирается, это что? Плохо. Если он занимается сексом с женой в нормальное время, как говорится, в нормальных словах, это хорошо, да? Если он начинает перегибать, это уже плохо, да? И так во всем. Шутки и насмешки – это пропитанные ядом пустословия. То есть человека показывают уродливым. Шутка делает человека циничным и наглым. И это, опять-таки, порождение гордыни. Практически все пороки, если взять основу всех пороков, это что? Гордость. И сатан почему ставил противиться в его? Из-за гордости, да? И в любом отрицательном человеке, все-таки, можно найти вот эту гордость, свое я. Насмешник стремится унизить ближнего, чтобы показать свое мнимое превосходство. И мы испытываем удовольствие, когда слышим шутки, именно потому, что они дают разрядку потенциалу накопившегося в нас зла. А раньше, когда нравы людей были еще более жестокие, при каждом дворце были свои уроды, да? Даже есть специально была такая промышленность, когда делали людей уродов. Для того, чтобы люди смотрели и думали, а я же не такой урод, как этот человек, да? Но сейчас это делается в моральном смысле. Мы склонны выдавать шутку за благодушие, но ни один шутник не любит, чтобы смеялись над ним. Синоним слова «дьявол» – шут. Помните? Вот, шут. Шут – это все одного корня. Значит, синоним слова «дьявол» – шут. И действительно, дьявол забавляется, играя с человечеством, он смеется над гибелью людей. Поэтому человек, который привык шутить, подражает демону. Что такое бес? Что такое? Или кто такое бес? Оказывается, в египетском пантеоне, а в Египте, вы знаете, было много тысяч богов, были боги там типа Осириса, там Армуз, там и так далее, это такие высшего типа боги, а были такие маленькие домашние божки. Вот это домашний божок и будет бес. Потому что слово бес происходит от байт. Вот если на идише, да, байт – именно бес. И это бес – это бог домашнего очага, еще они их называют, терафимы. Вот те самые бесы, которых спрятала Рахель. Помните? Вот она беса у себя прятала, там где-то под юбкой, села на них сверху, а под юбкой у нее были бесы. Вот этот бес – это бог домашнего очага. И заодно и бог шутки. Бог шутки. Изображался он в виде такого кривого человечка, у которого одна нога линеет другого, маленького. роста, но у нас тоже домовые есть, аналогично. Вот это и есть бес. То есть бес – это вот дух шутовства. Дух шутовства. И человек, который привык шутить, он подражает демону. Вы знаете, что все вот эти боги – это все реальность? Да? Почему они названы богами? Они сильные, да? Эль, Аллахим. Аллахим сильные, но по сравнению с богом, они только элулим – башки, а не только башки. Итак, как фантазирующий создает некую иллюзорную реальность, так и шутник строит музей уродств, который он приглашает посетителей. Его душа находится в мире зазеркалье, только у каждого зеркала кривая поверхность. Видите, как подавляется чему шутник. Основа религии – благоговение. Мы должны к Богу как подходить? Благоговение, как отцу, да, любящему. А шутки и смех уничтожают благоговение. И если вы замечали, всякие безбожники, они этим что? Пользовались, да? Шутки и смех уничтожают благоговение и делают душу мёртвой и бесплодной. По тому, как знойный ветер песков превращает цветущие сады в пустыню. Насмешник не может также размышлять о смерти, потому что он предпочитает шутить над смертью. И профессиональные шуты отмечают смерть своего собрата публичной клоунадой. Замечаете, есть такие карнавальные шествия устраиваются в Бразилии, в латиноамериканских странах. Там несут черепа, раскрашенные, типа, скелетов. Вот такая насмешка над смертью, да? И когда хоронили королевских шутов, то сама похоронная процессия превращалась в карнавал. Поэтому было сказано, горе смеющимся, потому что они будут рыдать. Да? Говорят смеющиеся, потому что они будут рыдать. Луки 6, 25. Смех заставляет человека забывать о существовании демонического мира и о том, в какой опасности находится его душа. Смерть и шутки рождают дерзость. Сколько соблазнов и грехов начинается со смеха. Если пустослов быстро забывает о смерти, то острослов готов передразнивать смерть. Такая создаётся жуткая мистерия смеха. Человек смеётся над черепом, а череп смеётся над ним. Если вы посмотрите культ современных музыкантов и так далее, всё это пропитано смертью, да? Различные демонические одежды у них, черепа. Многие люди молодые тоже носят черепа, маечки такие вот со всякими вещами на автомобилях, всё это, да? Как на свежку над смертью. Ну, хорошо смеяться тот, кто будет, конечно, смеяться там. Да. И Соломон сказал по этой причине, спеши в дом плача больше, чем в дом смеха. Да? Это такой перевод, есть другой перевод. Лучше ходить в дом плача, об умершем не ходить в дом пира. Ибо такого конец всякого человека. И живое приложит это к своему сердцу. Сердце мудрых в доме плача, сердце глупых в доме веселья. Экклезиаст, 7 глава. Да? Помните? Эти стихи. Если человек делает дом свеха и собственного сердца, то дом, где нелепо и бесцельно приходит вся его жизнь. В постоянных заботах о мирских делах, многословии и смехе он хочет укрыться, а какого бы ни было напоминания о смерти. Так согрешивший Адам, забыв о поведении Бога, тщетно и жалко прятался от него среди деревьев. Видите, вот здесь изображен Адам, под кустиком сидит. Да, Бог говорит, где ты, Адам? Видите? Бош, Бош, это стыд. Возьмите, посмотрите. Бош, это стыд, да? А Бошпа, английский куст. И вот Адам, когда согрешил, он был первым бушменом. Он в кусты залез. Кстати, вы знаете, что Буш был сатанистом и масоном? Джордж Буш, да. Вот поэтому все эти вечера устного творчества, КВН и Капустники, все, что только люди не думали о смерти, да? И, к сожалению, наша цивилизация вот так, что люди веселятся, веселятся, да? И они к смерти совершенно не готовы. Итак, вы видите, казалось бы, эта четвертая категория никому не приносит вреда, да? В действительности, она приносит вред всем. И тому, кто шутит, и тому, кто смеется вместе с ним, и тому, кто слабо блудствует, и тому, кто слушает его, потому что такой человек пройдет не только свое время, но и время слушающего его. КВН были различные шутки, такие нехорошего типа, да? Вы знаете, да. То есть, всякие очередные байки, все это надо контролировать, контролировать. Это не значит, что шутить, веселиться нельзя, да? Но все должно быть под очень строгим контролем. Когда сказано, кстати, служите Богу без развлечения, не говорится, что люди не должны развлекаться без отвлечения, да? То есть, мы должны не делать из этого главного, да? Потому что большая часть жизни молодых людей проходит именно в таком времяпрепровождении, правда? А потом, все. Следующий вид, пятый, который относится к той же Лошон-гора. Запрещено давать обещание, если ты знаешь, что оно не будет выполнено. И это запрет категоричен, даже если есть благородная мотивация. То есть, не хочу отказать людей, огорчать людей отказом, да? Вот люди стремятся сохранить хорошие отношения. И есть люди, которые не умеют говорить «нет». А надо научиться, да? Говорит «да». Есть один американский фильм, очень похабный, я видел, который там про чувака, который все время говорил «да». Не смотрите его фильм, но если вы посмотрите... Хорошо, учитесь говорить «нет», когда нужно об этом говорить. И нельзя лгать ради того, что стремиться сохранить хорошие отношения. Отношения все равно будут нарушены, но такая благородная мотивация, это попытка поддержать свою репутацию для человека всесильного, умеющего помочь. То есть, если ты не можешь, скажи «я это не могу». Или «я постараюсь», да? Ну, есть такое выражение «бли недер». Да? Бли недер, бли кэссер, бли авада. Без денег, без работы, да? Без обещаний. Без обещаний. Хорошо. Дальше. Считается ложью непреднамеренное нарушение обещания. Вот поэтому говорится, что лучше вообще не давать обещаний, чем потом нарушить их, да? У евреев для этого случая существует специально молитва. Как она называется? «Коль недрей». Недр – обещание, да? Значит, все обеты, все обещания, которые я давал в предыдущем году, я считаю недействительными. Некоторые говорят, что евреи такие вот хитрые, да? Что они не держат обещания. Дело в том, что здесь две причины. Первый человек дает необдуманное обещание и не может его выполнить, да? Он виновен? Виновен, да? И поэтому нужно решить этот вопрос. В будущем году мы должны жить по-новому, да? Оставляя все заднее, стремиться вперед, вот, оставляя грехи наши, вот эти все дела наши, которые мы делали, и мысли наши, о которых мы думали. И вторая причина того, что евреи часто вынуждали, да, совершать какие-то, давать обещания, да, обеты, в том числе переходы насильственные в христианство и так далее. И вы же были отказываться от этих вещей. То есть, глуп человек, который сдерживает все свои обещания. Был один человек, который пообещал, да, помните, жертву принести Богу. Правда, мы не знаем, как он там принес жертву, свою дочь, но у него возникли определенные проблемы при этом, да. Поэтому ложи считаются, шестой вид лжи, это непреднамеренное нарушение обещаний. Поэтому лучше не давать обещаний, чем нарушать их. Седьмое. Категорически запрещено обманывать ближнего с целью завоевать его расположение. Вы знаете, вот часто молодые люди, они показывают себя, что они такие хорошие. А когда женятся, то кошмар, да? Седьмое. Это обманывать близнего с целью завоевать его расположение. Ну, вообще этим грехом, этим грехом страдает также вся церковь. Когда мы одеваем маску, а приходим домой с церкви, снимаем маску, да, и оказывается наша звериная Квазиморда. А в церкви вы все хорошие, все такие красивые. Ну, в принципе, без этого человек не может жить. Он вынужден одевать маску в этом мире. Но, конечно, нужно стремиться, да, чтобы у тебя лицо было не Квазимордой, а истинным отражением лица Иешуа, да? Для этого, конечно, нужно много работать. Шестое. Это непреднамеренно, да? Пятое. Запрещено давать обещание, которое ты заранее знаешь, что будет нарушено. Видите, здесь идет от высшего, самого сильного, да, и по нисходящему. Но также шестое. Запрещено непреднамеренно нарушать обещание. Если ты обещал, думаешь, что ты сделаешь, но не получилось. Седьмое. Категорически запрещено обманывать ближнего с целью завоевания его расположения. Это называется воровство мнения. Воровство мнения. Нельзя приглашать человека в гости, заранее зная, что он откажется. Лишь для того, чтобы укрепить свою репутацию щедрого и хлебосольного человека. Так если ты действительно хочешь, да, а если так, что он откажется, а вдруг он не откажется, да? Понятное дело. Или там говорят, заходите в гости, или типа, заходите завтра, да? Это, кажется, вроде ничему не обязывающие фразы, но в действительности так поступать нельзя, правда? Нельзя никого вводить в заблуждение. Ой, вы какие хорошие! Ой, как я вас люблю! Я говорю, заходите ко мне почаще, да? Знаете, да, тоже Вадим Шефнер, мой любимый поэт, он так говорил. Мы гостям хорошим, рады, смело в дом ходите, вытирайте ноги гады, чистоту блюдите. Или человек ты, или ангел, или низкий крокодил, мне плевать в каком-то ранге, лишь бы в гости не ходил. Итак, видите, дальше, восьмое. Нельзя хвастаться качественными способностями и возможностями, которые на самом деле не располагаешь. Это тоже воровство мнения. Чаще это прием в борьбе с другими претендентами на вакантную должность. Как кто-то идет наниматься на работу, он все умеет, да? Нельзя хвастаться качествами, ну, то есть хвастовство, качествами, способностями, возможностями. Я такой хороший, скромный человек, да? Я самый хороший в мире человек, говорил себе Карлсон, как он там. Я самый скромный, да? Самый больной в мире человек. Хвастаться не надо. То есть нельзя преувеличить свои знания, свои титулы, должность и так далее. Это тоже воровство мнения и запрещенный прием в борьбе с другими претендентами за вакантную должность. И Тора запрещает ложь не только в речи, но и в других формах. Письменно, печатные, посредством жестов, мимики, артикуляции. Ну, вы знаете, что есть вербальное, да? И есть невербальное. Есть вербальное, и вот, значит, это девятое мы говорили, не только речи, но и в других формах. Письменно, печатные, посредством жестов, мимики и артикуляции. Если я говорю одно, да, а сделаю другое. Вот жест у нас у меня совершенно другой. И получается противоположное. Противоположное, да? Вы все у меня пройдете зачет. Дождетесь, дождетесь моего теста. Каждый получит свое. Понимаете? Ага. То есть, мы говорим одно, да, подразумеваем интонационно другое. Можно говорить с одним выражением, а получится совершенно другой смысл. И человек, вы знаете, 80% какую? Вербальную информацию или невербальную? Невербальную, запомните. 80% человек понимает невербальную интонацию. То есть, если ваши жесты не будут соответствовать тому, что вы говорите, чему человек, конечно, в счете, поверит? Жестом, интонацией вашей. И вот в этом смысле к этому девятой форме лжи может относиться, например, христианский рок. Почему? Я вам скажу. Рок использует... Это говорят еще тяжелый рок. Почему он тяжелый? Он давит на психику, да? Он использует определенные формы. Там раньше такого не было. Сейчас может передавать от очень высоких тонов, да? До очень низких тонов радиоаппаратура. И можно человека даже убить, вы знаете. Можно человека даже заставить какое-то действие происходить в результате, если будет звучать определенный тон. Он может вызывать чувство страха, тревоги, или наоборот возбуждать. Многие евангелисты такими вещами пользуются, которые абсолютно ничего... Я психиатр, я знаю основы гипноза, которые абсолютно ничего не имеют общего со святым духом. Вот эти вот всякие вещи. Еще если я смотрю, вот я еще на лоб надавливаю. Это просто определение человека на внушаемость. Или вот цветомузыка, когда начинает мелькать. У меня, правда, при этом страшно начинает валять голова. А шумной музыки тоже, кстати, потому что я привык к тишине. Дома у меня редко звучит музыка. Если звучит, то, в большей части, классическая. У меня жена музыкант, да? Вот, хотя я люблю хорошую музыку всякую, но тихую в основном. Значит, когда человек в таком состоянии, он очень становится легко внушаемым. Понимаете? Имеет ли это какое-то отношение к Божьему исцелению? Я не говорю, что Божье исцеление при этом нет. Вот, некоторые юналисты в таких блеских костюмах ходят, в особенности на Западе вот эти мелькания. Вот если подобрать определенную частоту, да, может человека лишить на некоторое время памяти. И вот эти в КГБ, НКВД, вот эти способы зомбирования, также и в ЦРУ применяются, знаете, вот, в помощи определенной частоты. Также и звуковая частота определенного рода, она может внушить человеку что-то. И вот от этой музыки, знаете, крысы дохнут. Да. А люди слушают. И вроде бы говорят слова евангелические, да? Слова о Боге. А в действительности что воспринимается? Музыка, да? Когда слова говорят одно, а не словесное, не вербальное, говорит другое. Что больше оказывает на человека влияние? Вы понимаете, да? Опять-таки, многие вещи – это вопросы культуры. Сейчас я уже смотрю, есть уже христианский православный рок. Я не против рока вообще. Но надо очень об этом размышлять и думать серьезно. Серьезно. Я говорю, что многие вещи, которые я вижу, это есть именно те вещи, которыми пользуется мир. Вы понимаете, евангелизация превращается в какой-то своего рода сетевой маркетинг. Вы замечаете? Вещи этого мира. Ишуа никогда не применял это. Он на ворот говорил, давайте лучше уйдите. Если вы там не верите, это не понимаете, лучше уйдите. Правда? И никогда не делал рекламу себе. Итак, Тора запрещает ложь не только в речи, но и в других формах. Письменной, печатной, посредством жестов, миниках, мимике и артикуляции. Самый тяжелый порог – это ложь по привычке, без конкретной цели и без выхода. Если ложь из выгоды еще может быть понятна, то ложь, которая становится твоей сущностью, от нее труднее отказаться. Если я не ищу выгоды, ну, ложь бывает по двум причинам. Человек хочет себе выгоды, и второй человек боится. Если бы люди не боялись, они перестали бы лгать. Две причины для лжи. Либо выгода, либо страх. Не спрашивай у меня об этом, и я тебе не буду лгать. Но если человек лжет, вот просто так. Вот как матерные слова у многих людей выходят. Он даже не контролирует, он даже не понимает. То это еще худший вид лжи, чем ложь, которая контролируется сознанием. Ложь, которую мы контролируем сознанием, мы можем убрать? А то, что у нас просто так идет? Поэтому можно сказать, что самый тяжелый порог – это ложь по привычке, без конкретных целей и без выгоды. Да? Но есть определенные случаи. Когда следует лгать. Да? То есть ложь – это неправда. Это сознательно сказанная неправда. Что такое правда, и чем она отличается от истины? Правда – это наше понимание истины. Да? Если я считаю, что Земля квадратная, то меня проверяя на любом детекторе лжи, я буду уверен, что Земля квадратная. И для меня это будет правда. Поэтому правда бывает комсомольская, пионерская правда и так далее. А истина – она и есть истина. Ну, это уже мы как бы подводим итог этому. Да. Но есть, когда сознательно мы лжем, да? Когда мы сознательно лжем. И есть случаи, когда нужно говорить неправду, значит, прежде всего, да, как мы говорили, когда нужно спасти невиновного. Это правило, как называется? Пико-нефеш. Блудить нельзя, да? А лгать можно? Убивать нельзя. А лгать можно. Для спасения жизни человека. Но есть определенные причины. Это тоже грех. Опять-таки я говорю. Но есть грех, да, который сознательный, который грех бунт против Бога, но есть грех допустимый, как наименьшее зло. То же самое мы говорили, убийство на войне, да? Это грех. Но это бывает иногда необходимостью. То есть это допустимое зло. Допустимое зло. Конечно, лучше не лгать. Но иногда нужно. Например, для спасения невинного человека. И в таком случае ложь не только позволительна, но даже необходима. Иногда разрешается обмануть мошенника, чтобы не стать жертвой его обмана. Не так, типа, вору-вору, дубинку украл, да? Но ты не можешь доказать, что он мошенник. Хорошо, что ты скажешь всем, что это мошенник и шулер. А вдруг это не так, да? И ты сам станешь засловищем. Или даже это так, но ты не сможешь этого доказать. Правда? Но допустимо в таком случае обмануть мошенника, чтобы не стать жертвой обидчика, жертвой его обмана. Но нельзя лгать своему обидчику из вести, после того, как вы понесли убытки. Тем более, не допустимо действовать по известной поговорке «С волками жить, по-волчьи выть». Или, как я говорю, «Бытие определяет вытие». Да? Отпустите меня в геолай, а то я тут забоя и залаю, и всех вас искусаю. Да? Знаете, такая песенка. Хорошо, значит, «С волками быть, по-волчьи жить» такое недопустимо. Даже если все кругом лгут, да? Я не должен присоединяться к их хору. Хотя бы ради самого себя. Если ты не можешь пресечь, вот то, по крайней мере, ты можешь в этом не участвовать. Поэтому сказано, что «Не ходи, не стой и не сиди». Где не ходи? Да. Не ходи на совет нечестивый. Так? Не сиди в собрании разрастителей. И что? А, и не стой на пути решных. Да? То есть, если мы не в силах пресечь это, но хотя бы мы всегда в силах в этом не участвовать. Хорошо. Еще бывает. Если двое людей поссорились, и мы можем как-то для того, чтобы притушить этот конфликт, говорить неправду, да? Можем. Можем. То есть, можем сказать, к одной из конфликтующих сторон, ты знаешь, что такой-то очень сожалеет, что обидел тебя, даже если тот никаких сожалений в действительности не испытает. вот. Ну, еще разрешаются некоторые преувеличения в экспрессивной речи. Ну, типа, я тебе тысячу раз говорил, конечно, тысячу раз не говорил. Вот я этим грехом страдаю. Если я говорю, что чего-то 500, так это, наверное, всего 200. Или я там три дня не спал, так я в 101 день не спал, да? Ну, такое у меня бывает, так красиво, слоца. Это тоже грех. Но еще не так страшно. Образные преувеличения. Ну, в поэзии образные преувеличения мы видим, да? Хорошо. Дальше. Не следует рассказывать о щедрости и гостеприимстве того человека, к человеку тому, кто может злоупотребить его добротой. Даже если от вас не требует прямого ответа, да? Значит, щедрости и гостеприимства человека, типа, вот приходи к этому товарищу, он тебе всегда поможет. Он тебе все сделает, да? Даже если он действительно такой, не следует говорить, потому что мы тем самым можем нанести ему ущерб. Правда? Тем более, не приглашают в гости и так далее. И если вас просят сообщить какую-либо новость с элементом рихий лут, рихий лут, мы говорили, это уже сплетня, да? То лучше солгать, чем давать правдивые сведения. Типа, а правда такое? Говорил то-то, то-то, то-то. А я слышал, и действительно, он такое говорил. Я, допустим, сказать, не знаю. Я не думаю, что это человек такого. Понимаете? Хотя это будет ложью. Поэтому очень такие интересные есть вещи и основания для того, чтобы говорить ложь. Но Вавилонский Талмуд говорит, как важен мир между людьми. Ведь ради него Господь готов поступиться правдой. Когда был Авраам, ему было около ста лет, а Саре было около 90 лет, да? Пришли, помните, три ангела. Пришли три ангела. И Сара, которая слушала неподалеку, усмехалась. После того, как я состарилась, будет у меня молодость. Да и Господин мой стар. То есть Стар, в смысле, он не способен зачать, да? Я старая, и он, у меня муж тоже вообще не способен зачать. И когда Бог говорит о Саре, вы помните, что один из троих этих ангелов, это кто был? Да, Ишо, я так думаю. И Господь спрашивает Авраама, а чего же смеялась Сара? Сказал, неужели я действительно рожу, ведь я состарилась. При этом Бог что делает? Он пропускает слова Сары о том, что она сказала, что Авраам слишком стар, боясь, что Авраам рассердится на жену. Из этого случая равен и заключает, что когда речь идет о человеческих чувствах, допустимо скрыть часть правды. Правда? Мы не обязаны доносить каждому, кто что говорит. Вот такое рассуждение школы Гилеля и школы Шамая. Когда танцевала невеста, о невесте обычно говорили разные комплименты. Ах, какая она красивая, ах, она такая, ах, она всякая, да? Вот, чудесная, красавица, ну, просто прелесть, да? Знаете, как может возлюбленный человек и, значит, ну, объективно относиться. Ну, вот, например, парень, который видит девушку. Ой, как она прекрасна! Она так легка, так воздушна, так нежна. Когда она идет мимо, я смотрю в ее удивительные, неописуемые глаза, я смотрю на ее рот, я смотрю на ее мелкие зубки, смотрю, как она подергивает плечиком. Я вижу, что она моя возлюбленная. Я обоняю ее нежный запах и сердцем ее забирает от восторга. Описание из истории болезни. Девушка маленького роста, инфантильного телосложения, то есть, ну, как я еще слабо выраженной вторичными половыми признаками. Лицо бледное на висках, видно синева вен. Глаза слегка раскосые, правый глаз шире левого. Левая половина рта выше правого. В рту имеются мелкие подобные зернам кукурузы, зубы с большими промежутками между ними. Правое плечо выше левого и наблюдается судорожное подергивание. Изо рта запах ацетона. ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Понимаете? 辛grass purchase той же самой женщины. Один возлюбленный, да, другой врач. Объективный портрет. И надо как смотреть? Со стороны врача или со стороны возлюбленного? То есть Шамай говорит так. Опишите невесту, как она есть. А школа Гелеля говорит. Говорите любой невесте, что она красива и стройна. Школа Шамая спрашивает. А если она слепая или кривая, надо ей все равно говорить о прекраснейшей и стройнейшей невесте. Разве Тора не говорит, сторонись неправды. Исход шмот 23-й Лова-7. Но школа Гелеля ответила в школе Шамая. Как вы думаете, если человек купит что-либо на рынке, нужно ругать его покупку или хвалить ее? Конечно, нужно хвалить. Поэтому равен и учат. Нужно всегда говорить людям приятное. Да? Это не есть ложь. Это не есть ложь. Любом в чем-то отрицательном надо найти достоинства. Если вы какого-то человека не любите, есть такое упражнение, да? Возьмите лист бумаги и напишите все достоинства, которые вы видите. Ну, по крайней мере, не меньше 15 штук. Потому что, если я буду описывать его недостатки, мне вот такой папки, наверное, не хватит. Да? И молитесь за этого человека. И благословляйте. Когда вы будете говорить об этом человеке хорошо, как вы думаете, он станет хуже или лучше? Лучше. И это не есть ложь. Да? Когда вы будете о человеке говорить плохо, он станет хуже или лучше? Хуже, если будете говорить плохо. Отсюда я вижу, как внимательно некоторые товарищи меня слушают. Некоторые говорят, амэн, да? А если говорят, амэн, дружно, хотя это совершенно... Вы не торопитесь говорить амэн на каждое слово. А? Нет, 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 нет. Вот. У каждого, да, у каждого человека есть свои достоинства. Просто надо их видеть. Надо их видеть. Так же и во внешнем виде. Надо уметь их видеть. Хорошо. Поэтому, если кто-то, небо-то боящий, одет, собирается на вечеринку и спрашивает ваше мнение, что нужно? Нужно сказать ему правду. Но таким образом, чтобы он не обиделся. Потому что, если мы будем говорить, что он хорошо выглядит, то что будет? Есть такая равеннистическая, такая хитрость, такая равеннистическое рассуждение. Два человека полезли через трубу каминную, да? И вот один оказался чистым, а другого лицо все в саже. Ну, конечно, это парадокс. Такого не бывает, вы сами понимаете. Это только допущение. Так кто из них пойдет умываться? Да, вы понимаете? Вот грязный человек, да, подумает, глядя на другого человека, и подумает, что он чистый. Поэтому он не пойдет мыться. Да, другие говорят, что пойдет грязный мыться. То есть разные споры. Но чаще всего, глядя на другого, мы видим самого, да, себя. И видим свои пороки в другом, в преувеличенном виде. Вот поэтому кто сучок, да? Сучок. А у него там такое бревно. Вместе. Все вспоминают, какая была однажды опечатка в Латинской Библии, да? Вот. Естественно. А если мы думаем, что у кого-то иголка, то там другого, наверное, у нас гвоздь. Там целый железный коктейль, как забивают в железной дороге. То есть, естественно. С другой стороны, запрещено сообщать горькую правду, если исправить положение невозможным. То есть, если человек уже женился на такой женщине, то исправить положение невозможно, лучше говорить хорошее, да? И вообще, человеку нужно уметь готовить. Готовить ко всем неприятностям. Типа, все хорошо, прекрасная маркиза, да? Знаете, да? Все хорошо, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо. Хорошо. Так. Значит, Ашамай в таких случаях предлагал ограничиться восхвалением действительно привлекательных свойств невесты. Например, если у нее некрасивое лицо, то, да, то, можно сказать, ее руки очень красивые. Понимаете, женщины этим особо пользуются. Если вы замечаете. Разве не замечаете? Вот. Человек не может фиксировать свое внимание на нескольких моментах. Поэтому, если у женщины некрасивое лицо, она оденет какое-то платье, чтобы у нее заметили фигуру ее, да? Вот. Если, допустим, у нее будет еще разрез такой сбоку, вдоль своего бедра, то, естественно, на ее лицо никто смотреть не будет. Но если у нее кривые ноги, то красивое лицо. А вот, заметьте, что женщины толстые или с какой-то фигурой, они особенно следят за своими лицами, да? Замечали? Это делается непроизвольно. Вот. Если у тебя, значит, такая талия, то покажи свою красивую грудь. Сделай декольте. Ну, таким образом можно быть некрасивой, но можно быть привлекательной. И часто с женщиной. Ну, сейчас говорится о женщине, о женской красоте. Весна, пример с невестой, да? Пример с невестой. Хорошо. Вот лжецом во спасение был Аарон, брат Маше, когда говорил, что он был добрый человек, и по преданию ссорились двое. Аарон подходил к одному и говорил, сын мой, смотри, что делает твой друг. Он раздирает свою грудь и рвет свою одежду. Говорит, горе мне. Я полон стыда за то, что так плохо обошелся с этим человеком. А потом подходил к другому и тоже говорил такое, и они становились друзьями. Правда и общение с Богом. Хорошо. На этом мы сегодня остановимся, да? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok